Спасибо, Татьяна Викторовна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я учитель-логопед высшей квалификационной категории. И сегодня мы с вами поговорим о сенсорной интеграции. Что это такое и как это работает. Восприятие и мышление ребенка дошкольника развивается на основе взаимодействия с миром, который его окружает в процессе разнообразных движений. Он поворачивает голову в сторону звуков, протягивает ручки или ползет к привлекающим его объектам, выполняет операции с предметами. Психологи говорят о важности обеспечить малышу до 7 лет полноценное сенсомоторное развитие и таким образом заложить фундамент для его адаптации и социализации в обществе. Специалисты в области теории и практики сенсорной интеграции говорят о том, что целостное и упорядоченное восприятие действительности и своего «я» в ней, способность выделять наиболее актуальную информацию из потока ощущений и концентрировать на ней внимание, позволяет принимать рациональные решения и совершать правильные действия. Что же такое сенсорная интеграция? Это врожденная реакция организма на сигналы, полученные от рецепторов. Осязание, обоняние, слух, зрение, вестибулярный аппарат, вкус информируют человека о происходящем вокруг и подсказывают, как нужно поступить. Например, вестибулярный аппарат требует занять определенное положение тела. Неприятный вкус предупреждает о несвежести продуктов. Поглаживание и объятия расслабляют нервную систему. И необходимо, чтобы разнообразная информация складывалась в единую картину мира и давала адекватное представление о себе самом в этом мире. Процесс происходит автоматически и обеспечивает ребенку правильное сенсомоторное развитие. Следовательно, развитие сенсорной интеграции ребенка, который в период дошкольного детства совершенствуется, в процессе эмоционального общения малыша со взрослыми, во время игровой и иной деятельности, в ходе развития речи, необходимы условия для дальнейшего нормального развития, овладения навыками чтения, письма, формирования логических операций, математических представлений и подготовки к решению учебных и коммуникативных задач. Однако сигналы, которые поступают в центральную нервную систему от разных органов чувств, могут восприниматься и обрабатываться некорректно. Особое значение имеют в этом плане осязательные импульсы, подаваемые вестибулярным аппаратом сигналы и ощущение положения частей своего тела в пространстве и относительно друг друга, так называемое чувство проприопрецепции. Если координация этих или иных сигналов нарушается, отмечается дисфункция сенсорной интеграции ребенка. У детей с нарушением сенсорной интеграции, как я уже отмечала, происходит сбой в обработке полученных от рецепторов данных. Синдром проявляется в поведении, в тактильных ощущениях, в познавательном и моторном развитии. Такие дети кажутся истеричными, капризными, избалованными. На самом деле причина деструктивных реакций кроется в нарушениях работы центральной нервной системы. Все признаки нарушения сенсорной интеграции можно разделить на несколько групп. Это тактильная дисфункция, то есть неприятие прикосновений, недостаточная реакция на тактильные ощущения, различение объектов только на ощупь. Вестибулярная дисфункция – это гиперинтенсивность движений, либо гипоинтенсивность, низкий тонус мышц, нарушение координации, проприоцептивная дисфункция. Здесь отмечается неправильная оценка положения тела в пространстве, весе, давление, движение мышц и суставов. Особенному ребенку сложно упорядочивать движение, он ищет сенсорные переживания, то есть сам падает, сильно топает при ходьбе, грубо прижимает к себе людей или вещи. Бывает также аудиальная дисфункция, то есть повышенная реакция на громкие, резкие звуки. Это страх, тревога, истерики, отказ от прослушивания песен, музыки, недостаточная реакция на звуки, не реагирует на обращения по имени, что еще, любит слишком громкие звуки, плохо запоминает песни, мотив, нуждается в частом повторении просьб, стихотворении. Отмечаются также оральные дисфункции, защитная реакция, есть небольшой набор продуктов, дальше давится и боится есть плотную пищу. Низкая реакция на оральные сигналы, жует несъедобные предметы, изучает предмет ртом, любит слишком кислые, сладкие, острые блюда. Может быть обонятельная дисфункция, то есть чрезмерная реакция на запахи, отказывается от еды из-за запаха, раздражается от аромата духов, игнорирует игры, если в комнате неприятный запах. Нехватка реакции не может определить запах и его источник, полностью игнорирует неприятный запах, нюхает предметы для их изучения. Может быть визуальная дисфункция, здесь гиперинтенсивная реакция, измигает прямого взгляда, щурится и плачет от яркого света, любит играть при приглушенном освещении. Недостаточная реакция не различает формы, цвета, пишет задом наперед, нарисует слишком большие или слишком маленькие линии формы, испытывает трудности при обведении контура, сбора пазлов и так далее. Может быть артикуляционная дисфункция, то есть не определяет источник звука, не различает знакомых по голосу. У таких детей может быть дислексия, они трудно формулируют мысли устно и письменно, отмечается невнятная речь. Или социальная дисфункция, когда сложно найти контакт с ровесниками, незнакомыми людьми, ребенок не стремится к общению с членами семьи, не поддерживает диалог. Может отмечаться эмоциональная дисфункция, здесь импульсивность, впадение в фрустрацию, хорошо занимается слогопедом, учителем индивидуально, в группе же отмалчивается, отвлекается, эмоционально нестабилен. Или игровая дисфункция, не может играть без мамы, не стремится к игре с ровесниками, часами совершает одно и то же действие. Может отмечаться дисфункция саморегуляции, то есть раздражительность, суетливость, необходимость дополнительных стимулов для успокоения, то есть сосание пальца, укачивание, поглаживание. Или интерцепция, внутренняя регуляция, то есть непредсказуемость настроения, чувство сильного жара, холода, при нормальной температуре воздуха, замедленные движения, учащение ритма сердцебиения и дыхания без видимых причин, невозможность контролировать чувство голода и сытости. Стоит отметить, что у большинства детей с нарушениями интеграции в процессе диагностики причин заболевания не выявляются повреждения структуры мозга, хотя дисфункция в поведении и ощущениях связана со сбоями в работе его отделов. Выявление сенсорных дисфункций и их коррекцию желательно проводить в возрасте от 1 до 3 лет, чтобы ребенок был готов к обучению в школе, взрослой самостоятельной жизни как полноценная личность. Для выявления проблемы сенсорной интеграции ребенка нужно обследовать. Кроме сбора анамнеза проводятся специальные тесты, опрашиваются родители, только после этого можно сделать заключение. Комплексная оценка предполагает реализацию трех этапов. Это проведение тестирования, например, тест сенсорно-интегративных и моторных способностей и БОТ-2. Стандартный тест содержит 17 БОТ-тестов. Исследование позволяет оценить работу визуальной, тактильной и моторной сферы. По времени оно довольно продолжительное и занимает несколько часов. Только тестирования, конечно же, недостаточно, чтобы выявить окончательный результат. Его проводят для того, чтобы получить дополнительную информацию. Следующее – это наблюдение за пациентом. Специалист наблюдает за поведением ребенка в привычных для него условиях и в сенсорной двигательной комнате. И, конечно же, опрос родителей. Для этого используют, опять же, специализированные опросники. О возможности коррекции нарушения сенсорной интеграции впервые заговорила калифорнийский трудотерапевт Джин Айрес. Она создала собственный метод помощи детям и взрослым. Развитие сенсорной интеграции доктор Айрес практиковала с 90-х годов прошлого века. Использовала в процессе терапии игром специальное оборудование. Дети, взрослые с неврологическими нарушениями получали опыт воздействия на кинестетическую аудиальную визуальную вестибулярную сферы. Адаптировались к сигналам происходил процесс упорядочения ощущений. Хочу представить вашему вниманию книгу «Джин Айрес. Ребенок и сенсорная интеграция». Книга предназначена педиатром, неврологом, дефектологом, эрготерапевтом и, конечно же, родителем. Она помогает разобраться в теоретической основе нарушения сенсорной интеграции, в способах ее развития и методах преодоления проблемы в раннем возрасте. Джин Айрес подчеркивает, что сенсорная интеграция очень важна для нормального обучения в школе. Если не решить проблему до первого класса, ребенок будет испытывать дискомфорт за партой, не сможет выстроить дружеские отношения с одноклассниками, с трудом будет усваивать новую информацию. И еще одна книга Улы Кислинг «Сенсорная интеграция в диалоге». Улы Кислинг известный в Германии и России эрготерапевт. В своей книге рассказывает о собственном практическом опыте помощи детям с нарушениями сенсорной интеграции. Автор обращается напрямую к родителям, к врачам, делится новыми методами работы. Улы Кислинг считает, что заниматься развитием одного вида чувствительности нельзя. Это должна быть комплексная терапия. Только тогда пациент сможет реагировать на внешние и внутренние стимулы адекватно. Логопед Мариана Иринишна Лынская разработала собственную методику работы с особенными детьми по развитию сенсорной интеграции. Это малыши с детским церебральным пролечом с расстройствами аутистического спектра с полным отсутствием речи. Суть занятий по развитию сенсорной интеграции состоит в снижении или наоборот стимулировании чувствительности ребенка и оказании ему помощи в правильной обработке информации. Например, если ребенок испытывает трудности с осязанием, терапия будет заключаться в ощупывании разных по текстуре предметов. Также занятия носят характер двигательной активности, направленный на стимуляцию чувств. Методы терапии сенсорной интеграции призваны создать условия для полноценного функционирования нервной системы посредством стимуляции тактильной прокриоцептивной вестибулярной системы организма. Пациенты с расстройствами сенсорной интеграции в процессе терапевтических занятий получают новые тактильные вестибулярные аудиальные ощущения. Опыт не должен быть просто ознакомительным. Ребенку нужно понять и запомнить как организм отреагировал на игру, ощущения, проанализировать процесс. Во время использования терапевтических средств у ребенка высвобождаются соответствующие реакции на стимул к органам чувств. Степень сложности этих упражнений постепенно рекомендуется увеличивать, чтобы стимулировать у ребенка более сложные и прогрессирующие реакции. терапия средствами сенсорной интеграции является для ребенка большим удовольствием и одновременно трудом, направленным на достижение успеха. Тренируя моторику, балансом, равновесие, всесторонне развивая, а также вызывая смех и радость у ребенка, вы делаете ему только хорошо. Положительные изменения появляются естественным образом, как только восстанавливается работа нервных структур. развитие сенсорной интеграции начинается еще в утробе матери и интенсивно продолжается до достижения школьного возраста. Важно не упустить ранние годы малыша, ведь развитая сенсорная интеграция влияет не только на здоровье человека в целом, но и успешность в различных видах деятельности. Итак, основная задача сенсорной интеграционной терапии это стимуляция двигательно-вестибулярной систем мышц кожи суставов. Работа терапевта дефектолога строится на определенных принципах. Это игровая форма, необходимая составляющая успешного развития сенсорной интеграции. Курс терапии выстраивается по принципу лестниц. Сначала ребенок учится правильно реагировать на почти привычные раздражители, затем знакомиться с самыми неприятными для него. Для эффективного преодоления трудностей с сенсорной интеграцией важна, конечно же, мотивация ребенка. Чем больше ребенок заинтересован в результате, тем быстрее его получат. Перед ребенком нельзя ставить непосильные задачи. И терапия считается эффективной, если после курса ребенок положительно реагирует на задачи, которые были непосильны прежде. работа по развитию сенсорной интеграции у детей осуществляется по нескольким направлениям, а именно в процессе специально дидактических игр и упражнений по сенсорному воспитанию, направленных на развитие восприятия пространственных и качественных свойств предметов и формирование перцептивных действий. Также в ходе игр и упражнений, направленных на развитие у ребенка социального восприятия, восприятия человека, его действий, движений, в том числе мимических и экспрессивных, восприятия самого себя и окружающих его сверстников. Кроме того, в продуктивной деятельности это рисование, аппликации, лепки, конструирование, ручном труде, в повседневной жизни, в процессе непосредственного общения с ребенком, на занятиях по развитию речи, развитие слухового внимания и сосредоточения, ориентировка на лицо говорящего, речевое подражание, по музыкальному воспитанию, развитию элементарных математических представлений, в ходе физического и моторно-двигательного развития, а также с помощью волшебных вещей совы, которые являются важнейшими инструментами сенсорной интеграции для особых детей и развития для обычных. Об этих волшебных вещах я расскажу немножко позже. Для коррекции дисфункции сенсорной интеграции используются игры и оборудование, способствующие решению когнитивных, поведенческих, нейрофизиологических проблем. Несомненно, в своей работе для преодоления тактильной дисфункции мы используем традиционные виды сенсорных игр, такие как игры с красками, здесь рисование пальчиками, ладошками, штампами, смешивание цветов, перетекание красок друг в друга, рисование водой, мыльными пузырями, льдом и так далее. Дальше, лепка. Малыши очень любят лепить разнообразные фигурки из пластилина, которые не ограничивают фантазию благодаря оптимальной структуре и богатой цветовой гамме. Занятия по лепке способствуют развитию тактильного восприятия, что входит в перечень задач сенсорной интеграции. Чтобы обеспечить малышам взаимодействие с разнообразными текстурами, можно также использовать специальные массы для лепки и целые наборы для лепки, которые помогут познакомить их с различными предметами и формами. Также игры с использованием песка и воды. Игры с песком и водой были излюблены времяпрепровождением во все времена. И если наши бабушки и дедушки довольствовались только песочницей и примитивными формочками, то у современных детей для тактильной стимуляции намного больше возможностей. Разнообразные центры воды и песка, а также передвижные столы для игр с песком и водой позволяют организовать увлекательный досуг с ожидаемым терапевтическим эффектом любой дошкольно-образовательной организации. Кроме того, используем игры с тканями и бумагой, трогаем различные виды тканей и бумаги, после чего начинаем шуршать, оборачивать вокруг себя эти материалы. Еще моим детям очень нравится играть фольгой. При запуске речи мы оборачиваем различные фигурки, персонажи фольгой. Ребенок заворачивает, потом разворачивает, спрятал, рассказывает, кого нет. Когда отрабатываем, например, уже первую слоговую структуру слова и так далее. Кроме того, рекомендую также использовать игры с сенсорными баночками. Это различные баночки, наполненные крупой, монетками, колокольчиками, водой, блестками, маслом. Игры со стеклянными шариками. Делаем массаж рук, устраиваем сухой бассейн для пальчиков, раскладываем шарики в разные емкости, бросаем шарики и кубики в воду, перекатываем между пальцами. Игры с массажерами для рук. Делаем опять же массаж рук, используем деревянные и пластиковые массажеры, фактурные резинки для волос, ревристые мыльницы, погремушки прорезателя, силиконовые прихватки и так далее. Все эти игры дают ребенку поток разнообразных по силе и направлению ощущений. В итоге происходит стимуляция нервной системы, улучшается сенсорная интеграция. В сочетании с традиционными методами развития речи происходит положительная динамика в развитии речи ребенка. Для развития сенсорной интеграции используется и различное оборудование. Проводить занятия по развитию сенсорной интеграции без оборудования малоэффективно. В процессе занятия дети получают практический опыт взаимодействия с различными раздражителями, учатся анализировать происходящее, выстраивают систему правильной реакции на внешний мир. И первое, о чем я хотела бы рассказать, это игры с тоннелями и палатками. Подобные игры весьма полезны для сенсорной интеграции и при появлении фантазии станут прекрасным инструментом для сенсомоторного развития. Использование фиброоптического тоннеля, он перед вами на экране, полезно для крупной моторики, способствует развитию координации и вестибулярных реакций. Фиброоптический тоннель это уникальный мягкий тоннель, который не останется без внимания ребенка. В светлое время суток тоннель превратится в уютный домик для игр или же станет частью полосы препятствий, а когда стемнеет, в тоннеле загорается множество звезд далекой галактики, создавая невероятную сказочную атмосферу. Фиброоптический тоннель не только доставит детям радость, но и поспособствует развитию зрительной стимуляции. Фиброоптические волокна предназначены для работы с людьми, имеющими проблемы с нервной системой, с восприятием световых стимулов, слабовидящих и страдающих от общей слабости. фиброволокно позволяет погрузиться в мир спокойствия, наполняя тело умиротворения. Наблюдение за световыми переливами оказывает расслабляющее действие на организм ребенка. Световая релаксация снимает умственное и физическое напряжение, улучшается эмоциональный фон и психическое состояние ребенка. Фиброоптика это возможность отстраниться от внешнего окружающего мира. Развивается зрительное восприятие, ребенок учится по-новому видеть красоту цветов и оттенков. Каждое волокно можно потрогать руками, что развивает мелкую моторику и обогащает тактильные ощущения. Фиброволокно является не только полезным развивающим оборудованием, но и необычным украшением интерьера. Детям перегруженным сенсорными стимулами будет полезным отдохнуть в уютном домике в расслабляющей атмосфере. Домик настроения готовый уголок релаксации для детей. Уединившись в домике с любимой игрушкой, подушкой, думкой, ребенок легче переносит утреннее расставание с родителями в дошкольном образовательном учреждении, с удовольствием отдыхает после активных и шумных игр, быстрее адаптируется к новому режиму. Домик настроения помогает снять стресс и заодно чехол на домик из плащевой ткани расцветка Oxford. Постельные тона ткани не раздражают глаз и благоприятно действуют на детскую психику. Чехол просто натянут на каркас, его легко снять, если что, постирать. Два вентиляционных окна в чехле на крыше домика обеспечивают нормальный воздухообмен для комфортного детского досуга. И через эти же отверстия взрослый может незаметно наблюдать за отдыхающим ребенком. Воспитателями Харитоновой Тамарой Васильевной и Елшанской Ольгой Сергеевной было разработано методическое пособие «Домик настроения уединения». В этом пособии собраны подробные методические рекомендации для проведения занятий по эмоциональной разгрузке дошкольников с использованием «Домик настроения уединения». Еще также можно использовать для сенсорной интеграции игрушки с эффектами. Для развития сенсорной интеграции у детей дошкольного возраста могут использоваться игрушки со световым, звуковым, вибрационным эффектом. Они не только несут огромную пользу, но и способны надолго занять малышей. Для стимуляции и успокоения нервной системы применяют вибрирующие игрушки, многообразие которых позволяет придумывать новые сюжеты для игр с малышами. К такому роду игрушкам относятся вибрирующее зеркало с подсветкой. Вибрирующее зеркало с подсветкой и цепочками инструмент для развития тактильных ощущений, слухового восприятия, зрительной стимуляции и координации движений. Взяв устройство в руки, можно ощутить легкую вибрацию и увидеть мерцание разноцветных огоньков на поверхности зеркала. Коснувшись цепочек, можно услышать забавную мелодию. Поскольку развитие сенсомоторики представляет собой комплекс упражнений, то не обойтись без таких полезных игрушек, как тоннель для исследований и развивающий центр, которые формируют зрительное внимание, тренируют пальцем, развивают фономатические навыки, тактильные ощущения. Игра тоннель для исследований оснащена тактильными цепочками. При активации, то есть помещении руки в тоннель сквозь шторку из цепочек, осуществляется легкая вибрация. Во время занятий с тоннелем можно услышать шесть высококачественных мелодий. Шар внутри загорается несколькими цветами, переходящими друг в друга, которые отражаются от зеркала на стенках тоннеля. Еще хотел бы представить вашему вниманию развивающий центр сальто. Он представлен в виде крутящегося купола с блестками внутри. При вращении осуществляется легкая вибрация, активное движение бусин и мишуры внутри, мерцание разноцветных огней и воспроизведение мелодии. Центр имеет два переключателя, один для управления мелодиями, а другой для управления огнями, вибрацией и бисером внутри купола. При активации проигрываются шесть разных песен. Этот красочный развивающий центр является отличным средством для повышения зрительного внимания. Его можно использовать тремя способами. С музыкой, огоньками, вибрацией и вращением разноцветных бусинок и блесток внутри купола, либо только с музыкой, либо с огоньками, вибрацией и вращением разноцветных бусинок и блесток внутри купола. В расположенном на нижней части игрушки зеркале можно увидеть отражение огоньков и блеск разноцветных бусинок. В сенсорной интеграции используется оборудование для развития вестибулярного аппарата и проприоцептивной системы. Недостаточно развита проприоцептивная система, создает проблемы с мелкой и крупной моторикой, мешает нормальной координации, не может обеспечивать плавность движений. Ребенок с подобными особенностями испытывает трудности при ползании, ходьбе, езде на велосипеде. Также ему трудно освоить навык письма и рисования. Успешным решением по комплексному развитию сенсорной интеграции является сенсорно-динамический зал, который можно приобрести в различной комплектации. Подобное оборудование полезно как для детей с ОВЗ, так и обычных ребят, которым также важно обеспечить полноценное развитие на этапе раннего возраста. Самым главным преимуществом сенсор-динамического комплекса является получение детьми полноценного сенсор-моторного уровня, которого невозможно добиться с помощью традиционных спортивных комплексов. Через игры в этом комплексе у ребят формируются необходимые двигательно-сенсорные навыки, необходимые для полноценного физического и психического развития. Подвешенные в воздухе снаряды можно закреплять различным способом, тем самым регулируя уровень нагрузки под конкретного ребенка, либо определенную группу ребят. Продуманный комплекс позволяет чередовать игры и задания, что положительно влияет на развитие мышления, речи, эмоциональное состояние детей. В качестве дополнительного оборудования для развития сенсорной интеграции можно использовать следующие тренажеры. Это бочка совы. Так, самые любимые детьми тренажер сенсорно-динамической комнаты это бочка совы. Игры и упражнения выполняемые с помощью бочки совы помогают укрепить опорно-двигательную систему ребенка, способствуют профилактике нарушения осанки и плоскостопия. Также занятия помогают детям сформировать схему тела и лучше осознавать свое положение в пространстве. Бочка может использоваться как инструмент для реабилитации и развития детей с расстройствами сенсорной интеграции расстройствами аутистического спектра синдрома дефицита внимания гиперактивности детского церебрального паралича и другими формами отклоняющегося развития. Можно использовать как в подвешенном виде то есть в качестве качелей так и просто на полу для кручения детей как будто в центрифуге. И какие бы хотела рекомендовать игры и упражнения с бочкой. Например заберись в бочку ребенок может попробовать залезть в бочку самостоятельно или воспользоваться мягкими модулями в качестве ступеньки. Он может выбрать их сам или вы можете предложить несколько вариантов. Начните с устойчивых форм таких как прямоугольник или квадрат а затем предложите менее устойчивую форму такую как цилиндр или гимнастический мяч. В последнем случае ребенок может потребоваться конечно же ваша помощь. Далее усложните задачу забраться в бочку поместив на пол рядом с ней модули разной формы гимнастические мячи игрушки и создав таким образом препятствия на пути к снаряду. Или например упражнение медной трубы. Задача проползти сначала через пустую бочку затем усложните задачу положив внутрь снаряда предмет. Чтобы проползти через бочку ребенку предмет придется выдолкнуть. Прикройте один конец бочки пледом или утяжеленным одеялом. Про него я тоже расскажу немножко позже. Предложите ребенку преодолеть такое препятствие сначала с одной потом с другой стороны. Закройте один конец снаряда гимнастическим мечом. Предложите ребенку преодолеть такое препятствие оказывая ему сопротивление. или например манипулирование предметами в раскачивающейся бочке. Предложите ребенку ловить предметы а затем бросать в руки взрослого либо в мишень. Или игра трубопровод. Ребенок и взрослый сидят или стоят у разных концов бочки. Взрослый пускает мячик через бочку. Задача ребенка поймать падающий из снаряда мяч и запустить его обратно. Усложните упражнениям запустив два а затем три мяча подряд. Как же можно использовать бочку в неподвешенном состоянии? Например игра по катушке. Бочка лежит горизонтально на полу. Ребенок перекатывает снаряд по определенному маршруту. И здесь же усложненный вариант. Ребенок приводит снаряд в движение вращаясь внутри него. Ребенок лежит внутри на спине или животе вытянув руки и ноги. Взрослый осторожно покачивает бочку и стороны в сторону. Или игровой маршрут. Предложите ребенку проползти по определенному маршруту, частью которого будет бочка. Также вы можете модифицировать тоннель, поместив в него бочку. Также можно использовать в своей работе мега-мяч. Это мягкий мяч, выполненный из лайкро вспененного полиэтилена. Этот материал не запоминает форму. что делает мега-мяч уникальным и многофункциональным сенсорным тренажером. Мега-мяч, как я говорила, не принимает форму даже тела ребенка, который лежит или сидит на нем, что позволяет держать мышцы в тонусе. Кубическая форма наполнителя, которую можно ощутить через чехол, способствует улучшению тактильной и мышечной чувствительности, обеспечивает легкий массаж при контакте. мега-мяч можно использовать для активных занятий, нацеленных на восполнение сенсорного опыта, физическое развитие ребенка, для релаксации и отдыха. На мега-мяче можно сидеть, подкладывать под спину или голову. Упражнение с мега-мячом способствует улучшению координации и ориентации в пространстве. Его применение рекомендовано для снижения моторной неловкости, улучшения координации и ориентации в пространстве, построение схемы тела ребенка, снятие раздражения, тревожности, возбудимости, улучшение настроения. И мега-мяч можно использовать как бескаркасное кресло, как я уже отмечала, опору под спину или голову в момент отдыха. Следующее, что хотела бы представить вашему вниманию, это мячи совы. Мячик совы предназначен для того, чтобы занять руки ребенка или взрослого. Он наполнен специальными полимерными гранулами и сделан из прочной, но эластичной ткани. Тактильная сенсорная стимуляция, получаемая с помощью мячика совы, помогает детям, подросткам и взрослым сосредоточиться во время выполнения учебного задания, снимает стресс, тревогу и напряженность. Мячики прекрасно подходят для выполнения развивающих упражнений с детьми на подбрасывание, передачу мяча и жонглирование. Так, по поводу наполнителя мегамяча, га, уточняла, это вспененный полиэтилен. Дальше, продолжаем с вами. Когда дети манипулируют мячиком, их руки и фокус внимания сотни тысяч раз за каждую игровую тренировку, пересекают среднюю линию тела, настраивая механизмы межполушарного взаимодействия. И примеры игр с мячиками. Например, стаканчик. Ребенок держит маленькие мячики в обеих руках. Ударять мяч о пол сначала одной рукой и ловить его, потом другой. В процессе выполнения задания развивается координация движения, глазомер, пространственная ориентировка. Дальше, следующая игра, это обезьяна. Мячики зажимаются в ладони так, чтобы пальцы были вверху. Бросание и ловля снаряда происходят в одном положении рук. Или повторение ритма удара. Педагог стучит мячом о пол или о стол в определенном темпе. Ребенок повторяет. Задание развивает фономатическое восприятие. И счет. Педагог показывает схему бросков мяча. Каждое движение делается на определенный счет. 1 кидаем вверх, 2 ловим, 3 кидаем двумя руками вниз, 4 ловим. Сложность упражнения зависит от возраста и уровня развития ребенка. Следующее это кочка совы. Сенсорный тренажер кочка совы это отличная вещь для дома и для специалиста работающего с детьми. Кочка совы наполнена мягкими кубиками из вспененного полиэтилена. За счет неоднородной структуры кочки, лежащий на нем ребенок, получает дополнительную тактильную стимуляцию. На кочке совы можно прыгать, лежать, использовать ее как кресло. Список ограничен только вашей и фантазией ребенка. В игре кочка совы может стать болотной кочкой, островком, спиной кита, которые поставят перед вестибулярной и проприоцептивной системами ребенка. Непростую задачу удержать в равновесии и сделать следующий шаг. Специалисты могут использовать кочку совы в качестве самостоятельного или вспомогательного инструмента для занятий по методу сенсорной интеграции, нейродинамической гимнастике, сенсомоторной коррекции и другим коррекционно развивающим технологиям. И какие можно использовать играм с кочкой совы. Положите кочки рядом друг с другом от нескольких сантиметров до полуметра и предложите ребенку пройти по кочкам, не попав в так называемое болото. Предложите ребенку скатиться с кочки или перекатываться через кочки. Сделайте бутерброд. Ребенок лежит между двух кочек. Слегка надавите на верхнюю кочку, так, чтобы немного осложнить возможность ребенка освободиться. В качестве начинки можно освободить. Используйте кочку как большой и неудобный снаряд для метания в цель или для игры с мячом. Предварительно сформируйте из кочки мяч. Слепите из кочки снеговика или построите башню. Попробуйте придать кочкам различные формы. Блинчик, шар, пирамида, небольшое кресло. Используйте эту возможность для решения ваших задач. Еще хотела представить вашему вниманию яйцо совы. Яйцо это мягкий шарообразный мешок, в который можно залезть целиком и почувствовать себя в тепле, комфорте и безопасности, как у мамы в животике. Благодаря надежным ручкам яйцо легко превращается в гмак, качели или центрифугу для подготовки космонавтов. Яйцо очень мощный инструмент сенсорной интеграции, помогающий ребенку осознать себя по отношению к миру, прочувствовать границы своего тела, научиться им владеть, снять напряжение и стресс. Стимуляция вестибулярного аппарата и проприоцептивной системы, получаемая в яйце, дает нервной системе необходимую пищу для строительства базовых представлений о мире и себе в нем. Прототипом при создании яйца совы было яйцо кислинг, которое изобрел немецкий специалист по сенсорной интеграции Ула кислинг. Это шарообразный мешок, внутри которого можно почувствовать себя еще не родившимся малышом. Можно кувыркаться, перекатываться, брыкаться, в общем, делать все, что хочет твое тело, а потом родиться заново. По опыту яйца кислинг вызывают восторг как у детей, так и у занимающихся с ними взрослыми. Терапевты отмечают, что находясь в яйце, ребенок сосредоточен на своих ощущениях и чувствует себя в нем защищенным, поэтому появляется возможность дотрагиваться до него. Более того, в эти моменты ребенок сам ждет прикосновений и требует повторения одной и той же игры. Если в обычной ситуации ребенок не допускает таких движений, как пувырки и перекаты, то с помощью яйца сабы они становятся возможными. И вдруг реализуется то, о чем даже и мечтать не приходилось. Создается телесный контакт, ведь ребенок находится в домике в так называемом оконе, а значит в безопасности. Именно в этом кроется причина, по которой малыш позволяет дотрагиваться до него, гладить и похлопывать его, а также катать по полу. Яйцо сабы уникальный инструмент для сенсорной интеграции. Его можно использовать по-разному. Например, взявшись за руки, кружить или качать. Можно легонько подбрасывать ребенка. Если вы подвесите яйцо сабы с помощью дополнительных веревок к потолку, то оно легко превратится в качели. Следующее это чулок савы. Чулок савы это большой карман из специальной эластичной ткани, которая помогает ребенку совершать любые превращения и тренироваться в разных сферспособностях. В этом чулке можно кувыркаться, кататься, изображая разных сказочных героев. Привидения пожалуйста, русалочка да не вопрос, а если выключить вообще свет, так еще круче, можно превратиться в любое животное от малого до великого. Грозного тигра, юркую ящер, кумного слона, гибкую змею, а окружающие пусть ломают головы, кто вы на этот раз. Сенсорный мешок или еще его называют сенсорный чулок кислинг, это тренажер для развития тактильной, проприоцептивной и вестибулярной систем, которая придумала Ула Кислинг. Такой мешок помогает решать проблемы как гипо, так и гиперчувствительности. Изначально он разрабатывался для детей с особенностями развития, это СДВГ, ДЦП, РАС, ЗПР, ЗРР, но он может использоваться для нормотипичных деток, потому что это отличный элемент для веселой игры. Сенсорный мешок изготовлен из специального очень прочного и суперэластичного материала, который может выдерживать существенное растяжение и не деформируется. И как работает чулок совы? А как объяснять полезность чулка наука? Наше тело является единственным инструментом, посредством которого мы познаем мир. А как мозгу научиться понимать этот инструмент и им управлять? Только через опыт. Большое количество самого опыта, полученного в самых разных ситуациях и средах. И чулок совы, он, во-первых, помогает родителю и педагогу через организацию игр смоделировать соответствующие ситуации. А во-вторых, он сам является очень необычной средой. Необычный значит богатый на ощущения, на новую информацию. Приглушение света заставляет ребенка больше прислушиваться, а не вглядываться, как он привык в обычной жизни. И прислушиваться не только к звукам, тактильным ощущениям, к ощущению давления, к ощущению равновесия. Эти новые впечатления помогают мозгу откалиброваться, то есть подстроиться к механике тела и подстроить ее к себе. делают маленького человека более целостным, гармоничным и умелым. Еще одна важная вещь, которую тренирует чулок, это воображение. Кто знает, не поможет ли чулок вырастить будущего знаменитого фантаста, великого композитора, гениального художника или ученого с большой буквы. Важно понимать, что чулок это не средство терапии, а инструмент помогающий в развитии. А развитие одинаково нужно и здоровому ребенку, и малышу, имеющему ограниченные возможности здоровья. И какие игры с чулком совы использую я в своей работе. Например, игра «Угадай, кто я». Находясь в чулке совы, изобразите что-либо и попросите ребенка угадать, что это. Потом поменяетесь ролями, попросите ребенка принять определенную позу, изображающую геометрические фигуры, например, треугольник, квадрат, ромб, либо животное и так далее. Еще игра «Перекати поле». Ребенок находится в чулке, просим его вытянуться солдатиком и перекатываться. Просим ребенка свернуться калачиком, обняв согнутые колени. Далее ребенок перекатывается, сохраняя форму колобка. Или, например, гусеница. Предложите ребенку, находясь в сенсорном чулке, проползти, как гусеница, то собираясь в калачик, то вытягиваясь во весь рост. Игра на перегонке. Устройте перекаты или ползание в мешках на скорость. Наденьте чулок так, чтобы голова оказалась снаружи. Предложите ребенку игру в догонялки или бег на перегонке. Игра «Полоса препятствий». Создайте полосу препятствий, например, используя мягкие модули, и предложите ребенку пройти ее, находясь в мешке савы. Игра на ощупь. Попросите ребенка, находящегося в чулке, ощупать через ткань и назвать какой-либо предмет. Игра «Ночные тени». Поиграйте с тенью, предложите ребенку надеть чулок, направьте свет фонарика на стену, выключите свет, попросите ребенка изобразить что-нибудь и посмотреть на свою тень. Поменитесь местами, изобразите что-нибудь, находясь в мешке, и попросите ребенка рассказать, что он видит на стене. Утяжеленное одеяло совы. Одеяло совы работает как сенсорный тренажер, увеличивает поступление в мозг информации от рецепторов прикосновения и давления, которые находятся на поверхности и внутри нашего тела. Иными словами, оно улучшает связь между важными типами рецепторов и мозга. Утяжеленное одеяло еще и помогает расслабиться. Наша психика тесно связана с телом. Если мозг не получает от рецепторов информации о том, где сейчас находится тело и чем оно занято, это приводит к перевозбуждению, неврозам, нарушению сна, тревожным и другим расстройствам. Восстановление надежного канала связи между телом и мозгом ведет к быстрым положительным изменениям. Итак, одеяло совы может быть полезным и даже незаменимым при раннем детском аутизме, детским церебральным параличе помогает в данной ситуации уменьшить спастику. При синдроме дефицита внимания и гиперактивности помогает выровнять эмоциональный фон. При тревожных расстройствах, агрессивном поведении, бессоннице, беспокойном сне, дисфункции сенсорной интеграции, нарушении обработки сенсорной информации. И даже при синдроме дауна. Утяжеленным одеялом могут пользоваться и обычные люди, желающие выспаться и предпочитающие одеяло потяжелее. Как же можно играть с одеялом совы? Например, играем черепаха. Ребенок ползает под одеялом, собирает различные предметы, передвигаясь с дополнительным утяжелением. Для организации специальной среды, оборудованной таким образом, чтобы воздействовать на все органы чуз человека. Дошкольно-образовательная организация комплектуется сенсорной комнатой. Подобные готовые решения подходят как для развивающих и терапевтических занятий, так и сеансов, нормализующих психоэмоциональное состояние ребенка. Так, комментарии вижу, где можно приобрести замечательные тренажеры. Сейчас очень много интернет-магазинов, где можно приобрести, но вот вот эти уникальные тренажеры от Савы-Няньки, есть сайт Сава-Нянька, и вы, заходя на этот сайт, можете ознакомиться с прайсом, с каталогом и выбрать то, что вас интересует. Далее, они также предлагают и сенсорно-динамические залы уже в готовой комплектации, поэтому можете ознакомиться на этом сайте. Далее, мы продолжаем с вами. Определите сенсорную комнату можно как особым образом организованную окружающую среду, наполненную различного рода стимуляторами, цель которых заключается в воздействии на органы чувств человека. Сенсорную комнату в народе принято называть комнатой релаксации, однако по сути своей сенсорная комната может использоваться не только с целью оказания успокаивающего и расслабляющего действия, но и для достижения тонизирующего и стимулирующего эффекта. Секрет заключается в сочетании разных стимулов. К ним относятся свет и цвет, звуки, музыка, запахи, а также тактильные ощущения. Наборы стимулов можно объединить в группы в зависимости от рецептора, на который они воздействуют и выделяют следующую классификацию стимулов. Очень кратко, потому что время у нас ограничено, это светотерапия, цветотерапия, звукотерапия, аромотерапия, тактильные ощущения. Оборудование, из которого состоит сенсорная комната, можно условно классифицировать на два вида релаксационная и активационная. Аналогично можно разделить и сами комнаты. Как я уже отмечала, что в сенсорной комнате есть релаксационные и активационные. Показаниями к занятиям в сенсорной комнате могут служить неврозоподобные состояния, адаптационные расстройства, нарушения в эмоциональной сфере, страхи, замкнутость, психосоматические заболевания, стресс, депрессивные состояния, психоэмоциональное напряжение, мышечное напряжение, нарушение в сфере поведения, синдром гиперактивности дефицита внимания, ослабление сенсорных функций, таких как зрение, слух, осязание, резидуально-органические поражения центральной нервной системы, задержка речевого и психомоторного развития, нарушение двигательных функций, легкие формы аутизма, нервные теки, заикания. В настоящее время сенсорные комнаты используют в самых разных учреждениях, школах, детских садах, интернатах, больницах, родильных домах, санаториях, а также в качестве комнат отдыха различными фирмами и компаниями, а также психологами. В школах, детских садах, интернатах сенсорные комнаты используют в основном для коррекции различных расстройств у детей. Занятия с детьми происходят в форме игры. Обычно занятия в сенсорной комнате составляют не более 45 минут. Занятия могут проводиться как небольшими группами, это 2-4 человека, так и индивидуально. Ограничений по возрасту нет. В домашних же условиях можно создать атмосферу близкую к той, которая есть в сенсорной комнате. Противопоказаниями для использования сенсорной комнаты являются глубокая умственная отсталость, эпилепсия, инфекционные заболевания, ограничения гиперактивности и различные психоневрологические заболевания, лечение которых осуществляется с применением психотропных препаратов. Изучение сенсорных систем активно развивается. Воздействие через рецепторы на головной мозг занимает умы многих ученых мира. и хотя исследования еще не окончены, мы уже знаем, что сенсорная комната несомненно является уникальным изобретением и оказывает положительное воздействие на организм человека. На самом деле видов оборудования и игр для развития сенсорной интеграции у детей с ОВЗ очень много. Я привела лишь примеры, поскольку опять же у нас есть временные и ограничения. И в заключение хотелось бы сказать, что современное образование нацеливает педагогов на обязательно учет индивидуальных возрастных психологических физиологических особенностей детей, на необходимость создания системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и специальных условий для их обучения и воспитания. На наш взгляд использование технологии сенсорной интеграции в комплексе с традиционными методами коррекционного воздействия способствует всестороннему и гармоничному развитию детей с ограниченными возможностями здоровья, а также способствует развитию творческого потенциала педагогов. Спасибо за внимание. Игорь Негода